В номинации шутка года первое место по праву получает история о том, как в подвале дома номер 14 дробь 16 по улице Новоселов обнаружили гексоген. Всю ночь жителям 12 этажки пришлось провести в соседнем кинотеатре. Правда потом оказалось, что в мешках был безобидный сахар и подкинули его сотрудники ФСБ. Шутники из этой серьезной организации ни словом, ни взглядом себя не выдали. Всем бы такое самообладание. Дорогие рязанцы, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать вам всего-всего, поменьше, чтобы у вас было потрясений, побольше юмора, веселья вам в Новом году, чтобы закончились у нас все войны и мирным небом над головой. В сентябре 99-го попытка теракта или учебная тревога. Журналисты пригласили жителей дома принять участие в телепрограмме. Спустя полгода после нашумевших учений, проводимых ФСБ в Рязани, журналисты вновь проявили к ним интерес, причем не только российские. Недавно к жильцам дома номер 14, дробь 16 на улице Новоселов приезжали американские репортеры, а сегодня рязанцы отправились в Москву. Журналисты телекомпании НТВ пригласили их принять участие в программе «Независимое расследование», тема, которая будет обсуждаться, игры спецслужб или неудавшийся взрыв. В студию должны прийти люди, имеющие непосредственное отношение к сентябрьским событиям, в том числе представители спецслужб. И будет предпринята попытка еще раз разобраться в том, что произошло. Мы думаем, что в студии будут присутствовать адвокаты ведущие, то есть это, скажем так, кто-то из ведущих адвокатов московской коллегии. Кроме них будут присутствовать общественные правозащитники, как рязанские, так и московские. До последнего дня ФСБ пыталось игнорировать наше приглашение на передачу. Буквально вчера нам поступило заявление, что к нам придут представители ФСБ. В Москву поехали все, кто захотел высказать свою точку зрения на случившееся. Некоторые до сих пор не верят в официальное заявление спецслужб об учениях. Другие считают версии о теракте пустыми домыслами. Какой может быть взрыв-то? Все это ерунда. Людей ставят на уши и все только. Сам стоящий учитель. Никто не смог четко сказать, что ждут от программы. Говорили, приедем, посмотрим. Какой-то должен адвокат помочь нам заставить их за то, чтобы они нанесли моральный и материальный ущерб. Я, во-первых, не знаю, какая политика будет у НТВ, у самого НТВ. Какую они? Они сказали, что будут нас направлять. Вы не волнуйтесь, в какую сторону нас направлять будут, я не предполагаю. Все это политическая возня, что зачем народ будоражить. В полдень подъехал автобус, и жители дома отправились в столицу. Один из отъезжавших наказывал жене сварить обед и следить за детьми. Марина Каляева, Леонид Лосев, телекомпания АК.